Приветствую вас моя многомиллионная армия хендпейнт художников. Это видео я хочу построить вокруг вот этого предложения. Разбор рендера самых часто встречающихся материалов дерева, камня и металла. И почему я решил сделать это видео, потому что как-то в один момент я задался вопросом, почему вы решили, что эти материалы чаще всего встречаются и где конкретно они встречаются. Именно об этом в этом видео я и расскажу. Само видео будет построено на приведении примеров использования этих материалов на таких вещах, как всякие бытовые предметы, пропсы, вооружения, постройки и транспорт. Четыре таких ключевых момента, которые мы будем создавать как хендпейнт художники. Если начинать с основы основ, то все так. Древесина, камень и всякого разного рода жилы, там золото, железо, медь и все остальное, которые могут встречаться на поверхности. То да, это самые распространенные встречающиеся материалы. Ну как и для рисования, так и строительные. У нас это слово материалы может использоваться в этих двух ключах. Ну разумеется, конечно, речь идет не о встречаемых в природе материалах, а о той чистоте, где мы будем рисовать вот эти все предметы, оружие, здание и транспорт, используя эти материалы. Но это просто закономерность, то что чем чаще встречаются вот эти материалы, тем больше производных вот этих материалов, исходя из этих. Надеюсь, я вас не запутал. Но помимо прочего, я хотел еще закинуть такую мысль, то что вот эти материалы очень часто встречаются только в определенной эпохе. С развитием технологий, в данном слайде это кораблестроение, некоторые материалы могут уходить в прошлое, такое как древесина, уступая свое место более современным металлам, вплоть до сплавов полимера. Там чем дальше, мы в sci-fi можем уйти, там вообще даже ни камня, ни дерева, ни металла не будут использоваться. Как в технике, как в зданиях, так в оружиях, так и в бытовых пропсах. Вот этот момент упускается. Там просто контекст, то что мы будем в Ruined King и Allods Online работать, это средневековые времена. Но возможно и такое, что нас просто кинет какой-нибудь sci-fi далекий. И вот эти материалы нам могут не пригодиться. Они могут конечно использоваться как часть окружения природы. Но вот сколько там нужно будет нарисовать видов деревьев, камней и еще каких-нибудь жил? Буквально немного, а все остальные предметы у нас там, капсулы, корабли, будут вообще из других материалов использоваться. И тогда чистота встречающихся материалов просто перевернется с ног на голову. Ладно чуваки, хватит набрасывать. На самом деле да, это самые часто встречающиеся материалы, потому что мы будем разрабатывать одни и те же игры клоны про выживание. И не важно в каком это сеттинге, будущее или прошлое. Что там, что там люди из гумна и палок собирают королевство. Поэтому да, это самые часто встречающиеся материалы при создании контента для наших игр. И с этого момента давайте сделаем пробежку по разным сеттингам. Получилось дохрена материала. Я сначала делал долгую версию, рассказывая вдумчиво о каждой эпохе. А потом думаю, надо ускоряться, потому что слишком долго затягивается. И начнем мы со зрениях веков и в малой степени античности. Итак, 4 типа категории, 3 типа материалов. Вот такие у нас исходные данные. Насчет идеального референса в 3D, то есть игр. Age of Empire стратегии, если вы хотите с высоты птичьего полета оценить все здания. И Mountain Blade 2, если вы хотите побегать между подобными зданиями. Что там, что там, в основном про средневековье. Это из последних вышедших хороших игр. А теперь приступаем к обсуждению. Итак, что у нас по зданиям. Ну в основном используются два вот этих материала. Дерево и камень. Причем, чем дороже, чем богаче здание, тем больше в нем камня. А наоборот, всякие халупы у бомжей из дерева. Потому что с деревом гораздо проще работать, чем с камнем и строить из него здание. А вот зданий целиком из металла нету. Если, конечно, это не ваша рабская клетка, в которой вы проведете остаток жизни за кражу хлеба. Ну и исключение еще в фэнтези, когда у нас реально могут из металла просто все что угодно делать. Если говорить о условно приближенном к реализму, то металл это просто будет элемент у здания. Но никак не полностью здание. Полностью здание вот у нас есть. Идем дальше. Что насчет транспорта? Только дерево. Что сухопутные повозки, что морской торговый флот. Все в основном из древесины. Камень не плавает, а из металла потом будут делать корабли. Но еще и у сухопутных основной вид транспорта это кони всегда были. Они до сих пор остаются даже в 21 веке гужевым транспортом. Вроде так это называется. Еще всякие осадные орудия есть. Там тоже в основном дерево, да металл. А вот камни. Камни используются только у катапульты, да у требушета, чтобы метать во вражеские замки. И здесь в принципе все. Идем дальше. К вооружению. На этой картинке прекрасно описано, какие материалы могут использоваться. Древесина, да металл. Каменное оружие только в первобытные времена может использоваться. В средневековье ни за что. Ну и еще здесь дополнительный материал появляется. Такой как кожа. И кожаные обмотки на рукоятке оружия. Так что это тоже учитываем. Но это не относится к нашей триаде материалов. И в завершении у нас тут бытовые предметы. С металлом как обычно на пряге. Но без него скучно. Поэтому металл начинает внедряться у нас в бытовые предметы. Древесина абсолютно все. Все что видите в жилом доме крестьян, феодалов и всех остальных. Все будет из дерева. Каменные предметы. Это вот горшки у нас вот эти. По фактуре это по сути камень. Затвердевевшая глина имеет фактуру, которым будем рисовать камни. Вот и все. Так что три этих материала активно используются в быту у людей. Все пропсы, которые мы там видим, будут сделаны из них. А теперь начинается следующая эпоха. Где у нас будет индустриализация и промышленная революция. Переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике. На самом деле период расцвета вот этих новых материалов давайте засунем реально в викторианскую эпоху и начало первой мировой войны. Вот этот более широкий список. Чтобы у нас и самолеты еще были. И разные виды огнестрельного оружия. Идеальные референсы на эти эпохи. Стратегия если вы хотите полетать над крышами как гордый орел. Оно 1800 игра стратегия. Если вы хотите побегать между этих всех зданий крутых. То добро пожаловать 19 век Assassin's Creed Syndicate. Город Лондон. Глядя на эту картинку я оцениваю экологическую ситуацию в городе как здоровую. Ладно хватит шуток при болотах приступаем к обзору зданий. Из ключевых особенностей этого периода появление машин для производства материалов. У нас уже отливается металл. По нормальному он не куется там как-то руками. У нас появляется бетонный порошок он же цемент. И кирпичи вместо камней. Также древесина. Но она по сути не меняется визуально. Но будут просто создаваться с помощью машин. Все таки промышленная революция. И здания будут строиться как из старья. К примеру в деревнях за городом. Так из чего-то новенького. Это уже в центрах развития экономики. Такие как города. Вот в чем разница. И бетон. И чем дальше мы идем по эпохам. Тем больше у нас бетона используются. Новые металлы и кирпичи. А древесина в городах. Если говорить об использовании древесины в городе. И для строительства зданий. То это реально уходит в прошлое. Зачем нам лачуги из дерева. Когда мы можем из кирпича. Бетона и металла. Строить здания. Кстати полностью металлические строения в городе. Это будут у нас железнодорожные мосты. А вот альтернатива железным мостам. Это наши каменные мостовые. Которые из веков в века качают. Перемещаемся дальше. К транспорту. С развитием промышленности. У нас деревянный транспорт. Начинает вытесняться металлическим. Такие как сюда. Еще есть поезда. Поезда тоже. И только со временем у нас. Деревянные повозки. Деревянные самолеты. Тоже станут металлическими. Я поэтому ее хочу охватить. От викторианской эпохи до первой мировой. Потому что весь транспорт из деревянного. Становится металлическим за это время. Идем дальше. К вооружению. Да по сути если смотреть на оружие. Оно будет все так же состоять. Из металла да и дерева. Только у нас теперь появляются стреляющие палки громовые. И появляются более крупные громовые палки. Входь до судов. Где там на судах. На судах здесь нету. Но есть гигантские просто корабельные орудия. Там очень больших калибров. Которые просто в клочья все разносят. Но если говорить про нюансы рисования. И изображения материалов. То мы не можем использовать грубую древесину. Как это было в средние века. Потому что у нас оружие. Это не кусок бревна. И здесь если смотреть на оружие на дерево. Оно будет более таким элегантным. Отполированным и красивым. Это лафеты для пушек. Могут быть как обычно в игре. Как из досок. Там что собрали то собрали. А вот для ручного огнестрельного оружия. Нужно будет по другому чуть-чуть рисовать дерево. А то я видел как показывают фактуру дерева. Как будто это кусок доски. Реально такой весь располосованный. Фактурный. Ну не подходящий просто под это оружие. Оно его портит. Когда вот так рисуют. Переходим дальше. К бытовым предметам крестьян этого времени. И на самом деле здесь ничего не меняется. Максимум появляется металлический утюг какой-нибудь. И то не во всех семьях. Ну там граммофон какой-нибудь. Телефон может быть домашний и так далее. В сумме то ничего не меняется. Как жили в средние века со всеми вещами. Так и остаются. Ну конечно что-то добавляется. С течением времени. С развитием технологии. Но в сумме как жили так и жили. Так что ничего по большому счету и не поменялось. Переходим в следующую эпоху. Наши дни. День сегодняшний. В общем вам даже референсы не нужны. Вы просто выходите в город. И смотрите что там есть. И сразу узнаете какие материалы в чем используются. Ну а если вы хики. Которая любит дома зависать. И вообще впадал выходить. Из своей конуры. То вот для вас два решения. Городостроительный симулятор City Skylines. Если вы хотите просто снова как птичка полетать над городом. И решение побродить от первого лица в Watch Dogs. Именно в Watch Dogs. Потому что тут такой нормальный город. С нормальной графикой. Я хотел поставить сюда GTA 4. Но он уже под устало. GTA 5 не подходит. Потому что это пиндосовские там солнечные районы. Нам нужно что-то более мрачниковое и городское. Ну вот кстати как handpainty и casual. Изображается современность. Все чистенько и аккуратно здесь. А здесь ну тоже приятно выглядит все хорошо. Начнем с архитектуры. Бетон, железо до кирпичи. Три столпа современного города. Все ясно. Идем дальше. Транспорт. Тут уже появляются новые материалы. Пластик. И возможно какие-то полимеры. Я не уверен. Ну и металлы в основном. Все дерево. Вообще забудьте. Только металл и пластик. Они составляют основу современного транспорта. Идем дальше. Вооружение. Вооружение металл и пластик. Все просто. Больше у нас ничего не применяется. Идем дальше. Ботовые предметы. Ну тут как были так остаются три предмета только на современный лад. Посуда все так же делается из керамики. Но получается это как камень. Все то же самое. Деревянные предметы. Типовая мебель. Ну и железо. Пусть будут всякие светильники, чайники, металлические. Ножки, столы и так далее. В общем все используется как и использовалось на протяжении тысячелетий. Только с поправкой на современный дизайн и удобство пользования. Переходим к следующей эпохе. Предпоследней. Предпоследняя эпоха это наш любимый постапокалипсис. Когда у нас рушится привычный устрой жизни. Идеальный референс. Это Fallout 4. Из таких более графонистых современных. А из стратегии посложнее конечно было выбрать. Но пусть будет Wastevent 2. Чтобы можно было с видом сверху побегать. Да посмотри как живут люди в потенциальном будущем. Переходим к архитектуре. Что у нас здесь. Выдумывать ничего не надо. Все что было на предыдущей эпохе. В предыдущем шаге все тоже используется. Но только уже собирается из гумна и палок. Из остатков гумна и палок. Начинается по полному рассвет народного творчества. И современные кулибины могут удивить изысканных зрителей. Переходим дальше. К транспорту. Все то же самое как в предыдущей эпохе. Но с привнесением авторского слова в старые виды транспорта. Ваша фантазия может быть любой в данном случае. Идем дальше. К вооружению. С вооружением начинается самое интересное. Так как здесь идет смешивание эпох. С средневекового и современного. Больше тут добавить нечего. На что фантазии хватит то и будет. Идем дальше. К бытовым предметам. Бытовые предметы также базируются на предыдущей эпохе. Только все здесь они будут выглядеть поношенными, изношенными, испорченными и побитыми. Это единственный нюанс который появляется в наших предметах. И завершающая эпоха. Эпоха далекого будущего. Если мы не скатимся в эту эпоху. Итак в эпохе будущего что у нас? Начнем с идеального референса. И это Starfield. Смотреть на ютюбе не покупать. Как может выглядеть и из каких материалов состоять потенциальное жилье будущего. Все зависит от того что вы хотите показать. Это может быть наш любимый звездный десант. Где просто все модульное и создано из какого-то супер высокопрочного металла. Либо это могут быть какие-то полимеры. Если вы хотите создать что-то более интересное и жизнерадостное. Насчет транспорта абсолютно так же. Я думаю везде будет использоваться один и тот же супер металл. Потому что зачем нам другие материалы когда есть супер прочный и одновременно супер легкий материал. А такие вещи как металл, камень и дерево просто будут страшным сном и пережитком прошлого. Либо на каких-то бомж колониях использоваться. За неимением другого. С вооружением все то же самое. Супер прочный и супер легкий материал. Особенно если он может выдерживать большие нагрузки. Которые создает вооружение при стрельбе. Тогда это будет супер замечательно. Ну и с бытовыми предметами все то же самое. Все будет снова сделано из этого материала. Потому что где-то на далеких колониях у вас не будет ни этого, ни другого, ни третьего. А только вот этот металлический полимер. Или что я там говорил. Какой-то супер прочный, супер легкий материал. С которого будет делаться абсолютно все. Абсолютное уныние. И отсутствие разнообразия материалов. Здесь конечно в угоду художественной мысли у нас есть какое-то разнообразие. Но мы не можем знать как реально будет выглядеть это будущее. И вот такой обзор распространенности материалом по эпохам у меня получился. В завершении давайте посмотрим как будут выглядеть предметы, которые будете создавать на примере типового выживача. Из первобытных средневековых времен. Посмотрим и почитаем чистоту материалов, которые там используются. Три наших основных материала, такие как древесина, камень и металл. Эти картинки, которые я сейчас покажу, вы можете увидеть у меня в альбоме Republic of Handpaint. По ссылке вы его там найдете среди множества. Нажмите показать все картинки, чтобы попасть в альбомы. И среди всех альбомов найдете Last Outlander Buildings. Можете еще зайти в Last Outlander's Weapons, чтобы посмотреть вооружение. Но обсуждать я буду строение. Заходим в эту папку. И перед вами откроется великое множество картинок, где есть конкретно отдельные материалы, которые применяются. И фрагменты зданий, их можно посмотреть, так и сами здания. И вот сейчас все эти здания я вам покажу и расскажу. Давайте начнем с простого, с костра. В костре у нас в основном дерево используется и металл. Металл нужен для того, чтобы была хоть какая-то тара, в чем мы можем разогревать еду. С развитием костра в нем появляются такие материалы, как камень. Но камень всегда будет в основании его. А так у нас все то же самое, древесина и металл. При этом чем круче у нас становится костер, тем больше в нем появляется камня и железо. А дерево будет использоваться только в качестве топлива для готовки нашей еды. И на последнем уровне развития костра, он уже становится просто кухней, где реально металл и камень становятся все более и более доминирующие вещи. А также у нас усложняется технология, благодаря которой мы можем готовить пищу. Следующим зданием у нас будет лесопилка, где из металла у нас только пила, все остальное из дерева. Сами же напилили, сами же сделали из этих досок себе строение. На следующем шаге улучшения здания у нас просто усложняется технология, ну и конечно добавляются некоторые металлические элементы. Здесь камня вообще не представлено. Второй вид лесозаготовки. Просто меняется тип древесины, а само строение остается неизменным. И вот уже на третьем высокотехнологичном уровне развития лесопилки у нас появляется каменный фундамент, для того чтобы здание было более нерушимым, а также металлические элементы для увеличения его надежности. При этом деревянные элементы остаются как в старостепенные. Если бы у нас лесопилка развелась еще бы дальше, то дерево также бы исчезло, как и в кухне, в предыдущих картинках костра. Следующие предметы, которые у меня представлены в папке по списку, это сундуки. Сундуки будут составить только из двух материалов, древесины и металла. И так во всех видах, древесина и металл, причем здесь для визуального разнообразия используются два вида дерева. Снова древесина, металл и уже кости с кожей. Это нужно, чтобы подчеркнуть ту принадлежность сундука к фракции. Вот еще один сундук, у которого имеется помимо дерева и металла, кожа и кости. Попробуйте догадаться, кому этот сундук принадлежит. Также еще один сундук с древесиной и металлом. А вот это уже особенный сундук, который состоит целиком из металла, и только ножки у него могут быть деревянные. Хотя зачем? Ну да ладно. Более супер крутой сундук, состоящий полностью из металла. Прям такой царский-царский или королевский. И в завершении два заходовых сундука, состоящих из дерева и каких-то элементов металла. Номер один и номер два. На этом сундуки заканчиваются. Следующим строением по списку идет фордж, то есть кузня. В данном случае у нас будет четыре материала. Древесина в виде пола и каких-то балок вот этих деревянных. Также пни будут идти для рубки и ковки. Каменная печь. Основа основ для кузницы. Металлические элементы и инструменты, которые здесь представлены. И кожа в виде навеса. На раннем этапе древесина это доминирующий материал в кузнице. На следующей картинке вот так выглядит кузница без навеса. Кузница на следующем этапе развития. Теперь здесь доминирует камень. Древесина осталась теперь только вспомогательным элементом. Благодаря дереву держится просто вся конструкция кузни. Стало больше металла, но камня все равно больше. Камень надежнее. А металл несет в себе больше функциональное назначение. И вот так будет выглядеть кузница, если из нее брать дерево и кожу. Следующее здание по списку идет фурнес, то есть плавильная печь. В первой итерации, в первом уровне улучшения, она у нас сделана из глины, как я понимаю. Но судя по тому, как эта фактура изображена, эта глина. По сути это материал камня. Также у нас есть немножко дерева для хранения угля и просто подставки, куда потом будут выкладываться материалы, которые мы здесь приготовили. И металлический элемент единственный, только на самом верху. На втором уровне плавильки у нас появляется нормальный камень. Вот это место, где у нас все плавится. Также улучшается древесина. Вот этот механизм мехов, которые раздувают огонь. И появляется железная труба. Благодаря этому плавильная начинает выглядеть гораздо интереснее. И вот уже на третьем уровне у нас все превращается в камень. А из дерева у нас только небольшой навес, небольшая крыша для хранения материалов. Сам механизм, куда отливаются все металлы, все материалы, он становится более сложным. Меха у нас для раздува огня более технологичными. Ну и трубы тоже становятся интереснее. Теперь у нас три выходных трубы. И вот так у нас заканчивается эволюция плавильной печи. Переходим к следующей. Следующее строение у нас будет Garden Bed. То есть грядка. Из материалов у нас здесь в основном какие-то ветки, древесина. Ну древесина. Камни что-то в помине нету. Может быть вон микрокамушки есть в земле. А так только у нас небольшое ограждение по бокам. На втором уровне улучшения грядки у нас появляются уже камни. Чтобы земля не высыпалась за пределы огорода. А также улучшается у нас заборчик. Появляются брусы и доски. Третий уровень огорода становится гораздо интереснее. У нас появляется искусственный водоем. Материал жидкости смотрите впервые. А также улучшается забор. Становится более полноценным. Состоящим из нормальных досок. А не только из каких-то перекладин. И вот этих палок на которых все держится. Идем дальше. Завершающий уровень улучшения привносит нам металл. У нас появляется металлический водопровод. Который позволяет орошать землю. Какие слова я вспомнил. В общем технологическое развитие огорода. И на этом шаге у нас появляются все виды материалов. Камень, древесина и металл. Которым посвящено это видео. На этом огородная тематика у нас заканчивается. Переходим к следующему зданию. Следующее строение позволяет нам высушивать кожу. В английском она звучит как Lazy Dry. Если я правильно назвал конечно это слово. Если не считать материал кожи. То основной материал у нас будет древесина. Как доски так и бревна. Заметьте кстати как выглядит фактура бревна и веток. Она ничем не отличается от текстуры досок. Если вернуться назад и посмотреть. Как выглядит фактура бревен тут. То она будет по нормальному выглядеть. Отличаться. Гораздо лучше чем просто повторить фактуру древесины. Именно состава досок. Вот этих волокон. А не нарисовать материал коры дерева. И в общем вот так у нас выглядит первый уровень этого строения. Второе строение у нас более технологичное. Все так же у нас сохраняется дерево. Но теперь у нас есть три крутилки. Три бревна. Которые за счет механизма будут вращаться и просушивать кожу. Ну и не обязательно кожу. Данная технология позволяет нам создавать еще и веревки. Но видео не про это. И вот уже на третьем уровне улучшения у нас появляется каменный фундамент. И металлические детали. Что будет нам и говорить о том. Что это строение улучшено до максимума. У нас появляются более сложные механические детали из железа. Ну и в каменный фундамент как я и сказал. В основном такие улучшения. Какая-то супер защита железная. Я не знаю. Скорее всего она супер просушивает материалы. Из-за чего процесс изготовления этих материалов. Типа кожи, веревки и что там еще есть. Ускоряется и улучшается. Идем к следующему строению. Следующее строение представленное в единственном экземпляре. Это у нас камни-дробилка. Он еще называется камни-рез. В правильном переводе слова stonecutter. Здесь у нас представлено совсем немного камня. Потому что он сам камень создает. Доминирующий материал древесины. Кожа в виде ремней. Чтобы все это крутилось. И немного железа. Буквально навес и укрепление. Которые улучшают его надежность. Чтобы он меньше лифтил как я понимаю. И все. Это оборудование у нас создает камни. Отсюда что-то сюда идет. Что-то тут делается. Нарезается и появляются булыжники. Одним словом волшебство. Идем дальше. Следующее специализированное здание. Это у нас ткацкий станок. Он же еще виллум. И на первом уровне у нас в основном это древесина. И немножко кожа. Чтобы все это вращалось. Ну и основной материал это у нас ткань. Которая делается у нас из сена. Не понимаю что это. Какая-то сена походу. Ну ладно. Пусть делается из сена у нас ткань. Надеюсь все ясно. Переходим к следующему уровню. На втором уровне у нас появляется новый материал. Железо. Который кардинально улучшает предыдущий механизм. Также мы из сена делаем ткань. Но при этом у нас процесс создания гораздо становится более технологичным. С помощью каких-то нарезок. Что это тут? Сшивание. Я не понимаю просто. Механизм от ткацких станков. Если вы понимаете. То напишите в комментариях что здесь происходит. В общем короче он сено превращает в полотно. Вот и все. А железо будет говорить нам о том. Что этот процесс становится более технологичным. С этим уровнем тоже все. Завершающий третий уровень. Ткацкого станка превращается в убершайтам. Машину. Где у нас появляется каменный фундамент. Дерево отходит на какую-то третью роль. И самый доминирующий становится металл. Полностью металлическая история. Выглядит классно. Выглядит технологично. Что-то внутри под капотом непонятно. Чтобы не показывать полностью механизм. Его специальный художник Скайл. За железным корпусом. Но этого достаточно. Чтобы понять что он делает. И вот так у нас выглядит третий уровень. Улучшение ткацкого станка. Предпоследнее здание. В этой всей подборке. Созданных строений для наших выживательских игр. Это будет верстак. В английском названии workbench. С этим словом я справился. И здесь у нас представлены всего два материала. Дерево. Фундамент. Дерево стол. И дерево что-то еще тут. Плюс колеса. А второй материал это железо. У нас в основном вот этот механизм. Как я понял. Он клепает короче вот эти цепи. Там еще будут дальше металлические пластинки. Вот такие. И он короче колотит их и выбивает. И всего состоит у нас из двух материалов верстак. На втором уровне развития. Все то же самое. Только лучше. Столб более металлический. Штука для выбивания элементов. Тоже более усовершенствуется. И плавильная печь появляется. Чтобы механизм работал. Как я понял. Он видать его разогревает. Там на воздухе. Или на чем он там. На пару. И в данном случае он штампует нам гвозди. Вот они. Всего два материала. Дерево и металл. И завершающее наконец-таки здание. Всю эту подборку. Мастерская. В английском варианте. Воркшоп. Здесь у нас доминирует все только дерево. На первом уровне. Ну и появляется снова этот навес из кожи. Как у кузницы. Здесь особо комментировать нечего. Все и так видно. Одно сплошное дерево. Ну и пенек да. Появился. И еще табуретка. На втором уровне. Все то же самое. Только лучше. Немного поменялся дизайн. Но материалы все так же сохраняются. Древесина. Ну и кожа. А вот уже на третьем уровне. У нас появляется полностью каменное все основание. Каменные стены. Древесина идет только по какому-то остаточному принципу. В виде пары столов. До типа условного потолка. Не знаю. Второго этажа. На котором тоже что-то находится. И появляется у нас металлический элемент. Это в данном случае металлическая труба. Вот этот вот незатейливый металлический светильник. Вот этот вот пропеллер. Благодаря которому возможен прошив одежду даже так. И вроде все. По металлу. Вот такие улучшения. Появляется кстати вот такой незаметный деревянный манекен. Очень прикольный. Ну и вот этот тканевый палас. Или что это. Я не знаю. Какая-то тряпка такая. Состоящая из каких-то фрагментов. И на этом в принципе мастерская и заканчивается. Она состоит из вот таких материалов. Да и все. Обзор строений для выживача закончен. И на этом заканчивается видео. Где коротенько приближался по основным эпохам. Какие материалы в них используются. А также показал примеры использования этих материалов. В типовой игре про выживание. Когда мы собираем из подручных средств. Себе строения в помощь для крафта. И более комфортного выживания. Вот теперь на этом точно все. Надеюсь видос будет вам полезен. Так что давайте дерзайтесь. Создавайте свои собственные строения. Рисуйте эти материалы. И увидимся в новых видосах.